Питон Так, всем привет! У нас с вами очередной разговор про питончик. Вот. И мы отдохнем от объектной модели питона, потому что она, как показало домашнее задание, простая в своих таких укромных уголках. Вот. Хотя обратите внимание на то, что за исключением слотов, которые действительно были изобретены исключительно для экономии памяти и времени, когда-то давно. Вот. Здравствуйте, здравствуйте. Обратите внимание на то, что за исключением слотов остальное, с чем мы с вами имели дело на прошлой лекции, это, в общем-то, достаточно популярные шаблоны программирования. И гетеры-сетеры, они же проперцы, это достаточно популярный шаблон программирования. И интроспекция, это достаточно популярная штука в программе. Интроспекция была не у вас, простите. А у вас были декораторы. Да, и декораторы, это очень популярный шаблон программирования, часто встречается. Поэтому не так уж это бессмысленно. И согласитесь, если кто-то из вас с теми же декораторами работал в других языках программирования, ну, за исключением, быть может, JavaScript так, где все достаточно просто. Да? В питоне это достаточно прозрачно сделано. Значит, и то же самое с дискриптами и пропертиями. Ну вот, значит, а мы с вами возвращаемся к сегодняшнему дню. И внезапно, внезапно, сегодняшняя тема называется работа с файлами. На самом деле это не совсем работа с файлами, но исторически почему-то она называется так. Значит, для начала совершенно отдельная тема, которая имеет к работе с файлами, некоторые только касательства. Это тема про то, что у нас, значит, при обработке исключений есть клауза файнели. Помните такое? Клауза файнели выполняется вообще всегда, независимо от того, было словлено исключение или не было. Или вообще исключения не было совсем. Да? Клауза файнели выполняется во всех случаях. Она нужна для того, чтобы предоставить питону какой-то набор действий, которые нужно выполнять, независимо от того, что там случилось с кодом, обмазанным нами оператором try. Вот. Случай с файлами достаточно часто, как это правильно сказать, параметризируем. Мы довольно часто знаем, какие действия по умолчанию мы хотим произвести, независимо от того, открылся у нас файл, к вопросу, а файл не открылся, вот это вот всё. То есть мы можем придумать такую абстракцию, при входе в которую мы как бы настраиваем контекст, потом в этом контексте работаем, а потом, когда мы эту абстракцию покидаем, неважно по какой причине, потому что случилось исключение, потому что мы насильственно её закрыли, неважно в каком контексте. Мы выполняем некоторые действия по закрытию. Такая штука, такая абстракция называется контекстный менеджер. Вот. В питоне нету отдельного типа данных для контекстного менеджера. Этим занимается модуль контекст-лип, который позволяет с ними работать. Вот. С большим количеством, как видите, декораторов всевозможных. Но синтаксис для контекстного менеджера есть прямо в языке, и это оператор with. В чём смысл? Смысл вот в чём. Предположим, мы определяем некий класс, у которого есть как минимум один метод. Этот метод то ли enter, то ли exit, я забыл. Но неважно. Важно, что он есть. А, должен быть enter и exit, как минимум. Да? Ну, давайте мы определим что-нибудь, какой-нибудь init, просто ради потехи. Вот. Определим... Ой! Что я сделал неправильно? А, да, да, да. Зараза. Определим, как было сказано, enter. Кажется, он без параметров. Давайте посмотрим. Кажется, без параметров. И определим, соответственно, метод exit. Тоже он, кажется, без параметров у нас. Нет, у него есть какие-то arcs. Причем их может быть много. Окей, давайте на них посмотрим. Ну, как-нибудь так. И этот самый контекстный менеджер будет порождать объект, у которого будут методы enter и exit. Вот. И этот объект может участвовать в операторе with. With. CM. As. Context. Ну, что там у нас? Ничего. А, ну, вот видите, тут даже есть пример сразу. Принт. И вот смотрите, значит, да, давайте. 100500. Спасибо. Спасибо. Вот. И вот смотрите, что происходит. Вызвали CM. Вызвали. В операторе with. Вызвался метод enter. Вот он. Начали выполнять код. Выполнили race syntax error. Ну, выполнили print working. Вот он. Выполнили race syntax error. Вот он. Этот race, это исключение никто не словил. Поэтому оно нам высыпалось. Но, поскольку мы определили метод exit, который на самом деле является именно клаузой finally этого самого raise, отсутствующего здесь явно в виде, этот exit выполнился. То есть фактически мы просто переп... Это такой синтаксический сахар на конструкцию try, accept, finally. Без accept. Потому что accept нам не нужно обрабатывать. Нам нужно его final обрабатывать. Такой try, final. Кажется, так делать нельзя, потому что в try, accept, должен быть accept. Но вот обмотать это контекстным менеджером можно. Такая вот интересная штука. И получается, что в axe приходит ошибка. Да, да, да. Ну, вот видите, в примере там было более четко все написано. Давайте мы сделаем вот так вот. Так же, как там было написано. Ну, даже не знаю. Хотя... А, вот так давайте сделаем. Во-первых, это здесь. А во-вторых, давайте мы передадим вот сюда вот. А, тут написано 100 500. Ну, окей, пусть будет. Пусть будет как есть. Вот она, да. В аркс приезжает три аргумента. Три параметра. Это ошибка, экземпляр этой ошибки и трейсбэк. Короче, контекст туда приезжает, из которого мы вываливались. Вот. Это нужно для того, чтобы можно было вот в этом экзите этот самый... Давайте уберем, давайте уберем здесь синтекс-еррор. И посмотрим, что получится. О! Да. Это нужно для того, чтобы в этом экзите посмотреть, что было за исключение. В случае чего его как-то там отработать, может быть, даже выполнить какие-то другие действия, потому что, например, не надо закрывать файл, если он не открылся. Вот. Ну и, соответственно, тем самым придать этому экзитеру, этому файнале, такую чуть более обобщенную функциональность. Вот такие дела. Значит, при этом, если точка экзит возвращает пустой объект, как это сделано, кажется, у нас, да, то, как видите, исключение обрабатывается дальше. Если же экзит возвращает не пустой объект, а хоть что-нибудь, например, серф-вал, то такая конструкция еще и исключение сожрет, вот, смотрите. Вот. Такая конструкция еще и сожрет исключение, а, нет. О! Такая конструкция еще и сожрет исключение, вот, то есть она его перехватит и не отдаст дальше, вот. Но поскольку экзит знает, чего передавать, ну, в смысле, что делать, мы знаем. Я не знаю, кстати, куда возвращается возвращаемое значение отсюда, но это можно почитать в документации. Никогда этим не пользуюсь. Вот. Такие дела. Значит, больше манипуляций контекстными менеджерами в библиотеке context.lib, нам же понадобится эта штука, потому что файл, объект файл в питоне, является контекстным менеджером. И довольно правильным способом работы с файлом является with.open чего-то, as чего-то, бла-бла-бла, а дальше файл самозакрывается правильным образом, так, как вы хотите, тогда, как вы хотите, а не так, когда нужно, и так, как нужно, а не так, как вы думаете, что было бы правильно. Вот. Но прежде чем мы перейдем к файлам, давайте вспомним, возможно, я об этом уже упоминал на лекции, давайте вспомним другие типы данных, разнообразные, бывают в питоне, не только строковые, потому что вот мы знаем, что бывают строки, которые можно хранить в файлах, а еще бывают, например, байты. Байты – это такие строки, у которых четко кодировка арски и больше ничего. вот, байты, как видите, обладают всеми методами строк, ну, за исключением каких-то там неразумных, но кажется, всеми. Вот. Тип этот байт называется, байты. Вот. Ну, правда, значит, всеми, действительно. Вот эта самая кодировка. Сейчас. Чего? А-а-а. Хе-хе. Вот. У байтов есть одно существенное отличие от строк. Смотрите, вот почему-то вот такое вот не сработало. Была бы эта строка, оно бы сработало. Смотрите, S равняется. Вот S нулевое, оно отлично сработало. А вот ArtB нулевое не работает. Знаете почему? Потому что, поскольку байты – это на самом деле символов кодировки ASCII, операция индексирования по байтам возвращает просто целое число. Вам не нужно исполнять операцию орт. То есть сам по себе байты – это строка, секция из байтов – не строка, а объект типа байтов, сегмент из байтов, секция из байтов – это объект типа байтов, вот такой вот сегмент из байтов – это объект типа байтов, а индексированные – это прямо сразу значение. Очень удобно распихали, положили, у вас сразу, значит, и строки, и не строки, как в синим ножком. Вот. Единственное отличие байтсов от C состоит в том, что они константные, в них записать ничего нельзя. Ой. Вот. Значит, байты можно перекодировать в строки обратно, но об этом чуть позже. А пока что... Да, зачем они нужны? Очень часто байты нужны при работе с функциями, написанными на других языках программирования C совместимых, потому что байты практически C-шные строки. Точнее, там есть на уровне уже Python API, есть оберка вокруг C-шных строк, чтобы можно было их представлять как байты. Вот. Как мы помним с вами, строки, которые строки в питоне, это довольно прихотливо устроенный объект, у которого в зависимости от того, есть там нелатинские буквы или нет там нелатинских букв, может еще и кодировка меняться по ходу хранения, ну, короче, способ хранения может меняться. Короче говоря, для программиста прозрачная штука, строка в питании, а под капотом там лежит что-то довольно развесистое. Вот. Значит, а вот байты, вот байты умеют такие вещи. Поскольку, в отличие от строк, байт это все-таки такой массив известной длины и известного наполнения по байтовой, можно вполне из него путем усложнения структуры и введения того самого геометрического масштабирования, которое мы имеем в списках и в словарях, сделать из него такой динамический массив. Вот. Но в питоне для этого существует отдельный тип данных, он называется байторей. Вот. Это... Сейчас давайте посмотрим. Байторей. Ну, скажем, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Скобочки перепутал. Да. Ну, кстати, видите, как выглядит это, если вы туда положили не буковки. Так же, как мы, помните, в этом самом проходили, когда говорили про строк бэкслэш, икс, и дальше шестидесятиричный код. Только два символа, два, две циферки, потому что байт, он восьмибитный. Вот. Ну, давайте ради интереса сделаем вот так вот. Вот. Обратите внимание, что у байтарея те же свойства, что и у байтс, то есть он поддерживает всевозможные строковые операции. Вот. При этом он поддерживает еще и вот такое, и при этом он еще и можно его модифицировать. Вот. Правда, надо сказать, что согласно договоренностям у кодировки ASCII, все байты, у которых есть знаковый бит, то есть больше 127, не считаются символами printable. Видите, вот эти буковки, которые были равны 112, 113, они остались буковками, а здесь пришлось перекодировать вот в такое число. Как ни странно, несмотря на то, что байтарея – это очень удобный инструмент, он, как видите, масштабируемый, мы сейчас поменяли размер этого массива. Встречается он в питоне нечасто. Хотя мне сейчас подумалось, что, наверное, он эффективнее и существенно реализован, чем список. Наверное. Потому что в байтарея мод хранится только байты, и это значит, что мне нужно делать еще одну ссылку на int. Вот. Но не знаю. Я не видел, что байтарея использовались в питоне часто. Почему? Потому что, если уж вам нужно работать с массивами, то, во-первых, есть модуль array, точнее, он есть, во-вторых, что есть, во-первых, это, да, во-первых, есть модуль array, такой очень в глидовском стиле, с птичьим языком заданий типов и так далее. Вот модуль array как раз используется очень часто для связи с сишными структурами, потому что фактически массив каких-то данных вот такого одного из этих типов, которые совпадают с типами данных в языке программирования C, передавать оттуда в питон и обратно можно как раз через модуль array. А если вам-таки, да, нужны прямо массивы-массивы, то добро пожаловать в NumPy, в чудесный мир NumPy, про который можно читать, наверное, даже не один семестр лекций, потому что, как вы понимаете, весь этот ваш ML, это NumPy плюс какие-то навороты вокруг него, и плюс навороты вокруг Big Data, все. Да? NumPy. Это прям отдельная тема. Поэтому, если вам нужны массивы, ходите в NumPy, который, кстати сказать, частично написан на C, частично на Fartran, частично еще на чем-нибудь, ну и на питоне, кажется, тоже немножко. Вот. Значит, типы данных байтовые, похожие на строку с вот таким странным с вот таким странным извращением, но тем не менее, байт выйдет. И тут возникает вопрос. А у нас есть строка, та самая питония. Можно ли ее преобразовать в байт? Ответ на самом деле неоднозначный. Ну окей, все символы, у которых код до 128, не включая 128, преобразуются в байт один в один. Это кодировка ASCII. А вот если у вас есть строка, у которой... у которой... символы... Ну давайте посмотрим, сколько они занимают. Орд от TXT нулевое. Двухбайтовые. Да? Вот. Это какая-то кодировка внутренняя питоновская, напоминающая очень сильно кодировку CS16, если мне изменяет память. Вот. Где каждому двухбайтному символу соответствует... Вот. Таблицы Unicode больше, чем... Сколько? Два байта это у нас максимум сколько? 6, 5, 5, 3, 6 вариантов. Вот. Поэтому, кажется, там есть не все в питоне. Вот. Давайте по ссылочку на Unicode наверняка есть у меня здесь. Это ссылочка на Википедию. А, нет, это ссылочка на инструмент хороший. Вот. Кстати, всем рекомендую вот этот инструмент. Если вам нужно что-то найти в Unicode, вот. Пожалуйста. Серп и молот. Если вы думаете, что такого символа не существует, то вот он. Он существует. Это символ. Сейчас давайте текст только посмотрим на него. Ой. 26, 2D. Давайте посмотрим, что здесь про него написано. А? 26, 2D. Ага. Ну вот. То есть в этом индексе, поскольку он двухбайтовый, они соответствуют друг другу. А вот есть какие-то хитрые символы, у которых многобайтовые, из дополнительных таблиц. Я не знаю, как они устроены в питоне, если честно. Но в любом случае, если мы имеем дело с питоним Unicode, то это может быть и байт, в смысле 2 байта и 1. Вот. Соответственно, вопрос, возвращаясь к нашему вопросу. Что такое вообще перекодировка вот этого самого 0x412 в 1 байт? Правильный ответ зависит от того, как вы будете интерпретировать эти самые байты. Тут мы углубляемся в такую дремучую историю из прошлого тысячелетия, когда деревья были маленькие, компьютеры большие, а символы были однобайтовые все, потому что люди экономили биты. Когда я говорю однобайтовые символы, вы, наверное, думаете, что в байте было 8 битов. Вы ошибаетесь. Было сначала чуть ли не 5, потом 6, потом 7. А старшие биты используются для чего-то другого, для контроля четности, например. Но это было очень давно. Примерно 100 лет назад. Нет. Ну уж как минимум 60 точно. И в общем-то, когда этим занимались американские условно-программисты, или даже условно-русские, никого это не парило, потому что вполне хватало 127 символов, чтобы все русские буквы расположить. Еще некоторые английские циферки еще. Или нерусские, английские. Но потом наступила эпоха, так сказать, информационной связности. Люди стали друг другу общаться. И выяснилось, что кроме местного языка, на котором вы тут разговариваете, есть еще другие языки, в котором есть другие буквы, и этих других букв больше, чем байтов вообще. А вы тем временем уже давно договорились, значит, о том, где русские буквы, что они значат, где английские, или, например, где эстонские, или какие-нибудь афинские, шведские. Поэтому для того, чтобы преобразовать текст в байты, нужно знать, в какой кодировке происходит это преобразование. Есть понятие кодовая страница. Кодовая страница – это значит вот что. У вас есть от 0 до 127 аски символы, а от 128 до 255 – какие-то символы. И вот какие они – зависит от того, какую кодовую страницу вы примените. Выглядит это примерно так. Значит, давайте мы переведем этот самый вопрос, ин-коуд в кодировку, ну, скажем, КОИ-8. Полное венименование – РУ-РУ-КОИ-8-МЕР. Не уверен, что питон с этим справится. Питон с этим не справился. А вот так он справится. Вот. Вот эти байты, конкретно эти, соответствуют букве В, О, П, Р, О и С, по одному байту в этой самой кодировке КОИ-8-МЕР, которая, значит, в прошлом тысячелетии использовалась в Unix-подобных системах для кодировки русских букв. Вот. Если вы думаете, что она была одна такая кодировка для кодировки русских букв, то ваши байты были примерно два разных, два десятка разных. Потому что договоренности о том, как русские буквы располагаются вот в этой старшей половине, обратите внимание, что все эти числа больше 128, больше, чем сколько там. Чем 80, шестеричные. Вот. Этих договоренностей про русские буквы было много. Я знаю как минимум четыре. Вот. И, например, если вы укажете кодировку другую, ну, скажем, ЦП-866, то такая кодировка тоже возможна, потому что русские буквы тоже существуют. В этой кодировке ЦП-866 это кодировка, используемая в операционных системах типа ДОС. ДОС. Диск оперейтинг систем. Это то, что было вот когда-то очень давно. Юник в этом время все время тоже существовал, но ДОС тоже был. Вот. И как видите, совершенно другие чиселки. Почему? Потому что расположение и, значит, этих самых русских букв вот здесь был другой. Вот. В ДОСе тоже было много разных русских кодиров. Ну, еще есть Windows. Там тоже своя. Windows. 1251. Windows. Классика. Тоже нет. Да. Вот. Через дефицит. Обратите внимание, еще другие буквки. Здесь у нас такие, здесь всякие, здесь другие. Все это как бы русский язык, но мы же должны упихать. Вот. Байт. Возникают всякие казусы. Потому что, если вы получаете на вход вот такую последовательность байтов, вообще говоря, вы не знаете, в какой она кодировке. Вас должны об этом предупредить. Это просто байты. Здесь не написано, как именно их декодировать. Да, думаю, что кто-то помнит еще слово бнопня. Вот. Есть такая вещь, бнопня. Там еще есть, помимо, значит, бнопни, есть еще внимание. Мое любимое слово внимание. Махлюмхи. И вас. В общем, зайдите на сайт неолорка, там есть прямо большая статья про бнопню, где написано много всяких приколов, в том числе не очень приличных. Вот. Значит, обратите внимание на то, что никто не сказал ни слова ругачива про то, что сейчас происходит, потому что, с точки зрения перекодировки, ему все равно эти буквы действительно являются русскими и в той, и в другой кодировке. Сейчас. Давайте еще хуже сделаем. Хуже всего тот факт, что та кодировка, которая сейчас используется в большинстве операционных систем, которая называется УТФ-8, она на самом деле тоже непонятно скольки байтовая. Она бывает 1-байтовая, 2-байтовая, 4-байтовая. Поэтому, с точки зрения систем кодировки, она тоже 1-байтовая. Видите, да? Я сказал, сделай мне УТФ-8, он сделал УТФ-8. Вот это код региона, это номер буквы в коде региона. Код региона, номер буквы. А если бы тут было не внимание, а, например, внимание-восклицательный знак, то обратите внимание на то, что последняя буква, она, ну, это обычный, обычный восклицательный знак. И дальше начинается адский ад, потому что, смотрите, здесь у нас получилось в слое внимания 8 символов, а здесь в слое внимания 17, ну, 16, потому что они 2-байки. Не равен часу вы захотите это декодировать. А оно еще и декодируется. Несколько попыток вот таких вот рандомных что-то декодировать, вы получите произвольный текст, который никто не сможет прочесть никогда. это вся болезнь существовала в прошлом тысячелетии, когда действительно было очень много однобайкиных кодировок. Как видите, она не совсем прошла, потому что TF8 это не настоящий юникод, повсеместно используемый. и вот такая вот, такая вот, значит, бнопня. Кодировок довольно много поддерживается в питоне. У русских есть какой-то стандарт, который сейчас нужно обязательно использовать? Знаете, я не помню, я очень надеюсь, что его поменяли, но раньше стандартом русских букв являлся КОИ-8Р, тот самый, однобайтовый. Двухбайтовая спецификация, слава богу, описана в УТФе, в юникозе. В юникозе вот вы берете здесь блок кириллические буквы и будем считать, что это стандарт. Примечательно он начинается, конечно. Вот. Тут есть всевозможные, знаете, это глаголицы есть. А, нет, это не глаголицы, это УТ. Вот. Тут есть всевозможные русские буквы, кириллические, включая те, которые, например, были в старом алфавите, которые встречаются в языках с кириллической кодировкой и так далее. Вот. Но главная, главная фишка состоит в том, что да, вот это стандарт, потому что, ну а куда, да что нам больше-то? Вот есть юникод. Ну, юникод и юникод. А УТФ, как мы видели с вами, это нечто такое вот промежуточное. В Питоне что-то вроде вот этого юникода используется внутри, во внутреннем представлении. А при выводе приходится переводить. Ну вот, Василий Викторович Балашов, мой соведущий по практикуму, советовал мне тему с бнопней убрать вообще из лекции, потому что она устарела и вообще больше нигде не встречаются все современные операционные системы вообще-то работают с юникодом. Я ему привел вот такой скриншот в ответ. Вот. Скриншот такой. Это Windows. Это одна и та же программа на Питоне. Вот. Слева обычная командная строка, справа повершил. Давайте я вам расскажу, что здесь происходит. У вас есть программа на Питоне, в которой сообразно стандартам Питона О, да! О, да! Тут еще спасибо, Дмитрий. Дмитрий говорит, что честь кодировка ЦП-437, которая еще более другая. В общем, кодировок очень много. Так вот, смотрите, что здесь происходит. Вот у вас программа на Питоне. Вот она. Эта программа на Питоне, поскольку она записана в файл, она сообразна правилам Питона, записана в кодировке УТФ-8. Ну, потому что так принято писать программу на Питоне. Вот этот терминал, это обычный Windows CMD, у него кодировка ЦП-1251, однобайтовая. Поэтому при попытке запустить программу, которая выводит все в УТФ-е, каждая половинка байтов из этого УТФ-а переводится в соответствующую букву алфавита и выводится. А здесь кодировка друга. Вот. Мы, кстати, такое видели. Вот. Ой, слушайте, я вам соврал. Я вам собрал. Здесь, в левом терминале кодировка ЦП-866. Смотрите. Видите псевдографику и АБ? Так, только не внимание, а вопрос, да? Сейчас. Енкодить ее надо в УТФ, а декодить надо в Windows 51. Вот это как справа, как в Павершелле, вот, а вот это будет как слева, как в Windows. О! Узнаете брату Колю? Вот это вот оно, а вот это вот оно. Так, чтобы на дня жива и непобедима, пока жив в Windows, мне кажется, это навсегда. Вот. Зачем они так делают? Да, чтобы вы понимали, в Windows есть еще и четвертая кодировка используется, помимо, значит, УТФ, ЦП-866, там используется полноценную ЦС-16, например, в именах файлов внутри. То есть, полностью двухбайтного без каких-то вот этих самых. В общем, да, давайте дальше ехать. Будет обязательно домашняя задача на Донапню никуда не денетесь. Значит, теперь, собственно, про файлы. Просто файлы это очень простая штука. Здесь, аудитория, которая здесь присутствует, что такое файл объяснять не надо, за исключением, ну, там, что такое open, close, read, write, ну, давайте, вот, давайте мы прям вот что-нибудь такое тут, прямо что-нибудь. Вот есть какой-то файл, да, значит, with open файл под названием o s f неправильное слово в данном случае, print, ну, скажем, print f.read. Вот. Операция read прочтет сразу все из файла, поместит это в строковую переменную, эту строковую переменную, ну, в смысле, строковый объект, этот строковый объект мы и попринтили. Вот. Можно сделать более интересно, можно написать так, for line in f print line print line Вот. Здесь все совершенно очевидно, f является итератором, файл является итератором, каждый, каждая строчка из этого файла, проходя по этому итератору, мы получаем строчки из этого файла, единственное, что вас может тут в этой картинке, в этой картинке, вот в этой, в этой картинке насторожить, что здесь настораживает? Да, да, лишние переводы строки. Ответ очень простой. Вот в этом line содержится перевод строки, который был в конце перевода строки в файле. Не удалять же его, тогда у вас будет как бы не совсем чтение из файла, вы прочли из файла, потом браться и удалили из конца чего-то. Когда я говорю print, после него выводится еще один перевод строки. Вот, собственно, и все. Поэтому можно сделать вот так вот, допустим, yend равняется ничего. И все получится опять как было. Вот. Ну, просто потому, что в line, line, ну, правда, вот сейчас, line, вот, видите, вот он, перевод строки в конце. Получается, как это логика нескласованная, что в приводе с клавиатуры получается, они удаляются, а в приводе с файлом они удаляются. Смотрите, разумеется, при вводе с клавиатуры ничего не удаляется. Давайте это сделаем. Import sys, sys.stdin.read, даже не так. Сейчас попробуем. For with сейчас мы его уже открыли. Он уже открыт. With нам делать не надо. For l in sys.stdin. Print ну, скажем, repr от l. Видите этот бэкслэшен в конце? Ничего там не удаляется. Разумеется, и не должно. А если вы говорите, что оператор input что-то там удаляет, так он, наверное, и оттуда будет удавлять. Давайте попробуем. Значит, l равняется, нет, for 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 нет, другой for вот этот for да? Давайте попробуем. l равняется input файл равняется если я боюсь соврать, но кажется, это так делается. print repr repr от l. input так не умеет. Input так не умеет. Он может только стандартного ввода. Вы можете сейчас, одну секундочку, раз уж пошла от копьянка. Ну, в общем, вы поняли, это совершенно разные операции, и input действительно преобразовывает за нас 20. Ща, секунд. так, пробуем, раз уж пошла такая пьянка, sys std in равняется sys.std in with open от o as так, что у нас тут? Вот, as f открыли файл. sys.std in равняется f print input ну, repr. Вернем обратно, как было. Вот, я еще ничего не знаю, но я вангую, что поскольку я перебил sys.std in, то на момент, когда вот здесь вот происходит input, он полезет в этот открытый файл f, прочтет оттуда строку, без перевода строки пробуем. Да, питантри, что я написал. It works. Вот он его пострипал. Точнее, оторвал у него хвостик в виде быхсложа. Вот, значит, что еще интересное? А, да, значит, readlines вам вернет итератор, readline, можно использоваться readline вместо этого самого. короче, все, read, прочесть весь файл, write, записать весь файл. Способы открытия. Способ открытия файлов, это интересная штука. Давайте сделаем вот так вот. Вот. И, и, и начнем что-нибудь типа for, for, with, так, input мне не нужен. Равняется, да господи, print, а, нет, for, for, l, in, f, print, l. Ну, мы это видели. Только не о, а календарь. Вот. Теперь давайте мы его откроем как двоичный. Чего тебе не нравится? rb, да, спасибо. Вот, read binary. Ну вот, как и следовало ожидать, нам вместо строк возвращаются байцы. Эти байцы соответствуют соответствующим байтам. Вот. То есть, пожалуйста, вы можете читать файл, его не пытаясь его преобразовать. А вот насчет того, во что он пытается преобразоваться, очень интересный вопрос. Смотрите еще раз. Вот у нас файл, который называется календарь. Давайте на него посмотрим. Извините, что пользуюсь Linux, потому что так про... Это у меня на автомате. В принципе, это можно сделать и в питоне. Там где-то были примеры, но у меня времени нет. Обратите внимание, это UTF. D09D, D0BE, D18F. Это кодировка с указанием код региона, точнее, код секции, а дальше код в секции, код в секции, код в секции, ну и так далее. То, что нам выводит питон, вернее, то, что нам вводят в питон, давайте мы вернем обратно, внезапно преобразуется из UTF в внутренний Unicode. Питон сам знает, что этот файл в UTF. Вот если мы сейчас вместо L напишем join, или нет, даже не так, ord от L alt c for c in L, вот, то обратите внимание на то, что в исходном файле, давайте сейчас hex еще, да, hex, вот, обратите внимание на то, что в исходном файле у нас были D09D, D0BE, а в полученном файле у нас уже совершенно другие картины 4.1D, 4.3E, то есть такие, как в таблице Unicode, и это настоящие Unicode-символы. Кто сделал за нас преобразование из UTF в Unicode? Питон, когда мы файл открыли как текстовый. То есть абсолютно такая же картина произошла бы, если мы прочли одну строчку из питона как binary, а потом ее декодировали из UTF. Давайте это сделаем. Значит, вот мы открыли F. Открыли как binary, прочли из него line равняется F.readline, прочли из него байтовую строчку, давайте напишем эту байтовую строчку. Кстати, обратите внимание на то, что я делаю все время Viz, он потом постоянно закрывает этот файл, чтобы у нас они не висели в количестве открытые. Ну вот, байтовая строчка. Давайте теперь ее перекодируем line, decode из кодировки UTF-8. да, UTF-8. А почему пробел с ним есть пробел в байтовой строчке, а не по какому самому ходу? Потому что код пробела равен пробелу. Все аске-символы в байтовой строчке это аске-символы. Это только русские буквы из старшей половины. Вот. Ну вот, смотрите, вот она перекодировалась. Мы явно это сделали. Откуда это берется? Это берется вот отсюда. О! Это берется из понятия локаль, которая у нас была на лекции, скажем, по Линуксу. Вот. Ваша система знает или не знает, как Windows, в каком языке и с какой локалью конкретно сейчас, с какие языковые установки конкретно сейчас применяются к выполняемой программе. И в частности, здесь у нас локаль страна России, язык русский, я не помню, что там, зачем следует, и кодировку УТФ-8. Вот это-то сам УТФ-8 и применяется в случае декода. Мы даже здесь могли не писать слово УТФ-8. Смотрите, можно написать вот так. Применится кодировка по умолчанию. Если по моим вот этим ощущениям может создаться впечатление, что любое декодирование возможна, на самом деле нет. Нету. А, мы список кодировок смотрели. Давайте возьмем какую-нибудь прям совсем странную кодировку и попробуем декодировать. Получилось. Печаль. Давайте еще какую-нибудь более странную возьмем. Не получилось. Понятное дело, что не любая последовательность байтов соответствует пониманию того, как эти байты должны превращаться в Unicode. Ну вот, такая кодировка, вот она, вот видите, она вот на пятом символе говорит, нет, не умею. Вот. Так что преобразование туда и сюда за нас делает текст, и это надо всегда иметь в виду. Например, мы даже SIG и TEL на текстовый файл не можем сделать. Смотрите. И дальше мы двинемся дальше. Значит, смотрите, вот мы открываем файл. F равняется open от O, от cal, календарь же это у нас, да, read текстовый. F.sig, ну скажем, 10. F.read, ну скажем, 5 символов. Че? Что я сделал неправильно? А знаете, почему я не получилось? Потому что я отмотал нечетное количество символов, а там были русские буквы, и мы попытались прочесть кусочек из файла, чья кодировка, мы считаем, что она вот F8, а там вместо вот этого D0, 9D, 1, 2, 3, 4, 5, мы прочли 9D, D0. А такого символа в кодировке у F8 вообще нету. Вот он и выругал нас. Нет, 8F, ну неважно, вы меня поняли. Вот если бы я сделал вот так вот, F.read, точка 6, тоже нет. Хорошо, а вот так? О! А так получилось? То есть, надо было спозиционироваться на такое место, где вот эти два байта UTF-ные были бы валидны. При попытке прочесть вторую половину двухбайтного символа, а потом первую половину двухбайтного символа другую, мы получаем такую ошибку декодировки. Вот. Поэтому с этим самым SIC-ом, в общем, все не так просто. Вот. Другое дело, если мы открываем его как байтовый, то, понятное дело, нам совершенно все равно, куда. Пожалуйста, вот ваши 6 байтов. Вот видите, D1-8F, это действительно реальный UTF-ный символ, а если бы мы сделали на 10, а вот 8FD0, такого не бывает. Кода региона 8F не существует в UTF-8. Ну вот. Так, давайте сделаем здесь паузу. Понятно утверждение, которое я сейчас делаю? Почему вот здесь произошла ошибка? Молчание было и ответом. Еще раз рассказать? На всякий случай. него и не надо. Домашнее задание на эту тему будет. Точно не надо рассказать? Хорошо. Значит, короче говоря, смысл состоит в том, что при попытке чтения из неправильного места в файле вы можете, ваш перекодировщик, который по умолчанию для текстовых файлов включен, может просто не сработать. А что было по умолчанию? Текстовый. Ну, потому что если вы работаете с текстами, вряд ли вы будете писать программу на питоне, которая как-то там жует бинарные файлы просто как бинарные файлы. Это неудобно. Мы сейчас посмотрим, как это по-другому делается. Так. Значит, следующая картина. Это, собственно, стандартный вот вывод. Мы уже немножко посмотрели про sys.tdn, когда я отвечал на ваш вопрос. так вот, значит, в sys есть stdn, и это как во всех этих самых поток входной, обратите внимание, текстовый, в той самой кодировке вот f8, std out, и std er. Все как у белых людей. Если вы хотите прочесть со стандартного ввода по байтово, без перекодировки, это сделать очень просто. Вот. Вы просто читаете из вот этой штуки. Ну, давайте попробуем. Дайте еще русские буквы сюда. О! Вот. Значит, вот эта штука предоставляет интерфейс текстовый, а точка буфер предоставляет интерфейс байтовый, чтобы не было больно. Вот. Значит, то есть примерно понятно, да, что здесь при этом происходит. Python по какой-то причине думает, что он все еще в кодировке UTF-8, а вот этот терминал по какой-то причине думает, что он в кодировке CP-806, а этот, что он в кодировке однобайтовой в кодировке CP-9051. Все тот же Дмитрий, который к нам присоединился в ютубчике, говорит, что в Windows есть опция перевода интерфейса в UTF-8 в стадии бета уже два с половиной года. Мне кажется, вы ошибаетесь. Я помню, что Windows 7 можно было перевести в кодировку про стадию бета. Да, наверное, так. А, всего интерфейса. Не только вот этих окошек, а всего интерфейса. Ну, бог с ним, с Windows. Значит, еще раз напоминаю, что текстовый ввод и вывод к текстовым автоматически включает перекодировку в ту кодировку, которая была взята из локали. Удобная штука, про которую можно говорить либо долго, либо мало, это ИО, который превращает произвольный поток, обмазывая его файловым интерфейсом. Вы можете написать буквально следующее. Текст, вот, текст, нет, текст равняется, там, л-л-л-л, from.io, import, string.io, f равнее, with, with, string.io, от, мне кажется, от, текст, могу ошибиться, sf, print, f.read. Табам. Да? Мы сказали, что вот, вот этот текстовый объект обмазывается файлом интерфейсом, из него теперь можно читать с помощью read или там readline, как хотите, смотрите. Можно даже вот так вот. Вот, пожалуйста, прошли первую строчку из двух. Вот. Удобная вещь, когда вам нужно намазать файловый обмен на все, на настоящий файл, а также на что-то, что вы сами сформулировали и подсунули в вашей программе. Она, взяли, подсунули из string.io. Он то же самое с ней делает так же. Вот. Там есть всякие штуки get value, вы можете узнать, какая была строка у этой входная. Ну, и так далее. Нет, давайте все-таки посмотрим. f.get value. О, а он кончился. Видите, closed file. Кто нам закрыл этот файл f? With. Да. То есть, если бы мы написали вот так вот. вот, вот так вот. Вот тогда пожалуйста, вот эта вся та строчка, на которой все происходит. Вся. Ну вот. Следующий шаг нашего разговора, он такой немножко уходящий в бесконечность, потому что, ну, потому что много чего можно было бы рассказать на эту тему. Сейчас, например, get value ничего не изменяет. Да, конечно, это просто, это просто та строка, которая там под капотом является вот этим файлом. Вот. Помимо string.io есть, естественно, byte.io. Ну, в общем, читайте документацию по модулю.io, и вам будет enlightened. Вот. Кажется, нет. Давайте посмотрим. Ну, я думаю, что можно на записи открыть. Давайте посмотрим. В write. Даже в write-on-le бывает. Интересно, что у него в качестве, в качестве бэка, когда вы туда пишете, но давайте мы не будем это долго исследовать, потому что, напоминаю, у нас вообще-то разговор про язык программирования Python, а не про его многочисленные библиотеки, коих миллионов. Вот. Но, 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 поскольку сегодня такой разговор вот про инструментарий, давайте подумаем вот о чем. Вот у нас есть, допустим, переменная f, равная 1,2345, десятитысячных. Как ее записать в файл? Ну, как ее записать в файл? Берем, открываем файл, f равняется open, вот, там, не знаю, f, f на запись текстовой, да, и пишем что-то типа ff. Write, вот f. Что? А, да, 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 вот не так, а вот так. Не работает. Почему? Да потому что файл открытый как строк, он может встать только строк. Что мы можем сделать? хорошо, давайте сделаем print. Print, ff, нет, f, файл равняется f. Так работает? Пожалуйста. ff.close. Но точно ли мы сделали то, что хотели? мы вообще-то записывали в файл, что? Вещественное число, 4 байта. А получили, в общем, строку. Вот. Из, значит, скольки? 7 байтов, включая перевод строки. Что-то мы сделали не так. Ну, то есть нет, если же мы хотели записать туда строку, из 7 байт, включая первые строки, то очень хорошо, но мы хотели туда 2 байта записать. Оказывается, это не так просто. Вот. Мало того, что это не так просто, мы вообще до конца не можем себе сформулировать, что такое записать вещественное число в файл. А в каком формате? В таком, как она там в голове у питона? Ну, в голове у питона может быть много разных форматов. Например, целые числа в голове у питона могут быть представлены одним байтом или в десятичностроковом представлении. Длинные целые числа, они же точно не один байт. То есть мы не можем до конца специфицировать, как это сделать. Окей, давайте перепоставим задачу. Я хочу записать питонные объекты в файл, а потом прочитать питонные объекты в файл. И в файле должны храниться питонные объекты, ну там целые числа, вещественные числа, не знаю, что-нибудь такое. Пишем туда объекты, читаем объекты, а не строки. Но это совсем другая задача, она называется сериализация. И для этого у нас есть модуль пикль. Модуль пикль предназначен для решения ровной и точно той задачи, которая сейчас была поставлена. Мы берем питонные объекты. Ну давайте откроем наш файл. думп равняется, нет, даже with, with, думп, нет, open, файл будет называться dump, dump, binary, потому что мы туда пишем объекты, не строки, в write binary, as dump. Ну а дальше мы что можем, что хотим, можем делать. picle . dump, что какой там первый параметр, а хрен знает, какой там первый параметр. Давайте посмотрим документацию. Что, куда? Хорошо. dump, что? Ну допустим, 1.2.3.5.6 наш любимый. Куда? В файл dump. Давайте еще что-нибудь туда задампим. picle dump строчку в файл dump. Ну давайте еще словарик туда загоним. Словарик. Словарик. Файл dump. О, обратите внимание, что при выходе из with у нас файл закрылся. Давайте мы у него посмотрим, что это за файл такой. Видите, какие-то странные совпадения. Что там внутри хранится? Почти наверняка там хранится мета-информация о питаньем объекте. То есть, что за объект мы туда записали. Ну и его контент. Например, строчки, как видите, они лежат практически один в один. Вот. Вот это квер, вот это 111, а вот это вот, вот это вот шпыль. Кстати, обратите внимание, оно тут встречается ровно один раз. Видимо, питон догадался, что это один и тот же объект. И я сказал, а потом вот это. у рояля то же самое, что и раньше. Вот. 123, по тельце, А 123, я думаю, хранится как 123. Нет. Не знаю. Все равно думаю, что, а, это десятичное. Все равно думаю, что оно хранится как 123, возможно, с неправильным смещением. Вот. Значит, нет, давайте уж, если, давайте, давайте, сейчас. Это просто сделать. 0,7b. Секунду. Ну, тогда не знаю. Видимо, во что-то закодировано. Что? В последней строке есть 7b. А почему она его не нашла? Ну, это вот оно и есть, да, вот это 123. Все правильно. Непонятно, почему Греппу не нашел. А, потому что я неправильно сказал. Вот он. Вот это ваш 123. Так что оно там есть. Давайте это прочитаем теперь. Так, прочитаем. импорт пикль. r равняется пикль точка лот. А, откуда? Откуда? Open. Ну, давайте не будем, давайте не будем мучиться, напишем вот так вот. мы же можем вот так написать read binary. Это все поудаляем. Да? пикль точка лот от f и это у нас какой-то результат. Я вангую, что это будет что? Что это будет наше число, вот которое раз, два, три, четыре. Точно. Давайте следующее загрузим. Ну, короче, вы меня поняли. Вот. Задачу записать питонии объекты в файл и прочесть их оттуда и прочесть их оттуда обратно, сохранив, мы решили. Кстати сказать, пиклинг подразумевает, стерилизация подразумевает стерилизацию экземпляра класса. Для этого в общем ничего не нужно, как ни странно. Только для этого нужно, чтобы в неймспейсе при десерилизации был класс с тем же именем, потому что от него просто сделают экземпляр. У нас не очень много времени, можете мне просто поверить на слово, потому что вот оно так работает. Нам не нужно предпринимать каких-то дополнительных действий для стерилизации обычных классов, вернее, обычных объектов класса. А вот классы должны быть в неймспейсе. И тогда там будет просто написано, что это класс типа С, то есть объект типа С. Давайте сделаем объект типа С. Ват. Ну, максимум, что он сделает, этот самый пикль, он сходит к сигнатуре вот этого и нита, посмотрит, какой у него, чем у него инициализированный объект. Ну, потому что он должен знать, что этот ватус. Такие дела. А можно ли его как-то попросить определенного в своей классе? Да, можно, но это уже читайте документацию по пиклю, там есть всякие интересные штуки, есть всякие интересные штуки на тему того, как сервизовывать странные классы. ватус. Да, но, но, как бы, базовую задачу мы решили. Другой подход. А если мы все-таки хотим писать в файл байты, байты, то мы сначала хотим ответить на вопрос, а что это за байты такие? Потому что, если это просто байты, берем байты напихиваем, набиваемые, чем хотим, пишем, что это за байты такие? Ну, допустим, это байты, которые встречаются у нас в типах данных языка C, и которые бывают, ну, не знаю, char, int, float, что-нибудь такое. Вот такого рода байты мы хотим записывать. Ну, например, int это 4 байта, char это 1 байт, там, не знаю, какой-нибудь дабл, это 8 байтов и так далее. Казалось бы, ну, а в чем проблема? Берем число, распилим его на байтики, байтики записываем. Давайте попробуем, кстати, это не так сложно. Для начала мы должны описать структуру, то есть, прямо как если бы мы программировали на C, мы должны задать структуру, сообразно ее формату. Формат структуры определяется следующим образом. Вы говорите, какие поля, какого типа поля и сколько их. Вот. Тут, правда, еще байт ордер, про который я хочу потом сказать, насыпать ложку, так сказать, дегся в нашу бочку меда. Давайте попробуем так. struct, точка, пэк, дальше мы описываем поля. Тут в примере было бхл, давайте посмотрим, что такое бхл. бхл – это сайдет чар, х, шорт, два байта, л, лонг, четыре байта. Интересно, интересно. Один, два, три. Что мы видим? Сайдет чар, шорт, лонг, еще какая-то хрень. Ну, хрень и хрень. Значит, выровненный ян… А-а-а! Смотрите, очень просто. Вам вот это число 16 ни о чем не говорит? Да, мы не можем эту структуру упаковать таким образом, чтобы в ней было байтов не кратное, чем размер нашего машинного слова. И тут мы внезапно начинаем понимать, в какую трясину мы погружаемся. Выравнивание, размер машинного слова, порядок байтов в архитектуре. Я думаю, что вы еще знаете, что в некоторых архитектурах порядок байтов не такой, как в других. Давайте мы это увидим на собственном примере. Вот. Да, совершенно справедливо. Little Big Engine. Абсолютно правильно. Давайте попробуем. 0x это у нас что? Short. Short. Раз, два, три, четыре. А здесь 0x раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, с байтом хорошо. Вот эти два байта это 0x раз, два, три, четыре. Вы его узнали? Я нет. А где три? А, 34 это 0. вот 1 2 0 4 а почему ты это откуда взялось боже вот это один это я понимаю сейчас а может быть я ошибся можете всегда так было он смотрите он всегда вырубил до 2 до получается то есть он сначала вырубил чар он сначала вырубил чар он сначала вырубил чар до 2 я вас обманул вот это чар выровнили до двух нулем вот это 002 потому что вот он видите 1 2 3 4 да ну давайте еще раз вот 1 2 1 4 здесь вот здесь написано dead beef а здесь написано потому что все в обратном порядке вот лид лэнзин как как он ни на есть раньше был довольно много архитектур вида вида биггензин но поскольку все любят лид лэнзин лид лэнзин чем хорош у него позиция байта выровненного и машинного слова выровняли 2 байт вы всегда одинаковая а если у вас биггензин то зависимости от того чего вы хотите прочесть у вас это единичка будет храниться тут 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 вот и биггензин архитектуры вымирают но биггензин архитектуры то есть биггензин постановка байтов принято при пересылке данных по сетям потому что у вас сначала вы берете 1 байт 1 потом 2 потом 3 а потом 4 в общем в общем это никуда не делось упаковка никуда не делась размер машинного слова никуда не делся страдаете прежде чем задуматься над тем что вы чего-то куда-то упаковывайте складывайте в бинарный файл а потом распаковываете читаете подумайте над всеми этими деталями что вы должны использовать какую-то какой какой порядок байто вы используете какое выравнивание использует где там выравнивание сейчас одну секундочку посмотрю на слово пак нет это если у вас уже есть буфер вы можете впаковать туда по определенному смещению сейчас как слова по-английски как английски до alignment вот нету а вот вот вы можете сказать не надо нам выравнивание пиши прям как есть дать попробуем стать чё а слишком большое число вот упихали db даже можно взять дохлая пчела вот такие вот дела значит так что когда вы заигрываете с этим страх там будьте предельно внимательно то есть это в каком вообще порядке эти байты идут и все остальное хотя все остальное довольно забавно было бы у нас время время у нас нету я раньше когда меньше рассказывал на этих лекциях я показывал как можно распаковать распаковать пнг вот пример в лекциях есть как распаковать пнг я конечно сейчас не напишу вот но пнг довольно удобный формат у него есть заголовок конкретно в котором написано сигнатурка а потом будут такие чанки секция описывающие одно секция описывающие другое третье и так далее тут очень много разных секций вот и вот для того чтобы распарсить пнг можно частично его даже описать вот вот так вот вот что заголовок 8b дальше заголовок чанка вот такой дальше код с crc и дальше хедер и вот можно какой-нибудь пнг файл даже пытаться распарсить таким образом почитайте досуге от исходник вот единственное чего не может а реально не может метод строк в смысле модуль строк он не умеет в строке произвольной длины если вы задаете строку вы задаете ее длину если в вашем файле формат строки такой что неизвестно сколько кончается нулем то все строк в этом месте невозможно применить не хватало делать еще язык программирования специальные для описания полей произвольного размера по компа кстати там можно можно сделать как видите пак прямо сюда выдает не обязательно файл записывать и дамп дамп с есть которые тоже не дает файл короче идем дальше дальше больше предположим у нас есть файл который хранит поля поля запись не запись не поля запись в этом файле который хранит запись много много записи и мы бы хотели да у каждой записи есть ключ по которому этот запись туда записывается как в базе данных вот и мы вообще хотели уметь хранить эффективным образом данные в этом самом файле а главное эффективным образом туда писать и читать по ключу потому что если мы будем делать такую штуку с обычным файлом но представьте себе вот вас 10000 записи файли вы записываете туда 10000 первую чем нужно делать прожрать весь файл посмотреть нет ли там такой записи не надо ее заменить а если она размером больше короче неудобно зато можно сделать что можно открыть файл сделать некоторое подобие такой простейший простейший база данных с единственной таблицы и делать запись по ключу и вот такой такой такая штука есть она называется дбы вот туда можно записывать и оттуда можно читать давайте прямо сразу посмотрим это да она предоставляет естественно поскольку есть ключ и значения на представляет самый обычный дикт лайк интерфейс вот мы можем написать так можем сказать бэйс равняется db open о . вот . db ну скажем на создание create традиционно у вас данных есть еще мод create и делит не знаю зачем create точнее есть да и сейчас можно записать бэйс бэйс ну скажем кве равняется одному не умеет одному умеет строки строки на самом деле байтовые строки сейчас мы это увидим бэйс рт равняется 100 500 ну и так дальше давайте мы его закроем и давайте мы снова откроем на этот раз на вид а по ну на самом деле строго говоря это был байт то есть там индексы индексы хранилище байтовые это просто для нашего удобства если он видит строк он преобразует вот напоминаю что это такой способ замапить не замапить а использовать что-то похожее на словарь превращенный в простейшую базу данных вот давайте кстати посмотрим какого она формата гну дбм ну то есть вот простейший база да вот естественно там есть чуть больше в модуле дбм чуть больше фич чем мы с вами посмотрели всякие синки нет кейсы клоусы но не рассчитывайте на дбм как на какой-то универсальный движок управления база данных потому что это именно решает более простой задач до решает задачу быстрого доступа быстрой записи по большому диапазону индексов что в общем тяжело с файлом сделать со словарем сделать очень легко с файлом тяжело значит а еще в действительности даже в стандартном наборе модулей для питона есть немыслимое число всевозможных парсеров готовых структур и файл да мы уже с вами помним что есть модуль zip файл который с которым даже сам питон работает питон может находить свои модули свои кусочки внутри zip архива думая что это файловая работая с ней как файл системы на чтение да вот вы открываете open close все помимо zip файла есть и tar файл xzip короче говоря работать например с архивами очень легко вот есть даже волшебный модуль zip up который позволяет упаковать ваш вашу программу в единственный файл а потом ее этот единственный файл выполнить давайте это сделаем просто ради прикола значит модуль создаем модуль да давайте мы когда сердце моя создадим модуль напоминаю что модуль в питоне пакет питоне пакет не модуль пакет пакет в питоне мы это не проходили еще но пакет в питоне такой каталог в котором есть файл под названием бла-бла и нет бла-бла определяем здесь функции давайте даже ради интереса вас определяем в ней функции ну допустим ран дев ран это была функция run это все еще была функция а давайте даже тоже help и впишем чё да вот значит для начала мы написали мы написали работающую работающий модуль на питоне который называется моя моя мы даже можем сказать python 3 минус mp dog моя и он нам покажет документацию поэтому модуль вать это работающий модуль он выглядит именно так мы можем запустить но он не может запуститься потому что мы не определили другой файл под названием мы чтобы запустить питон чтобы запустить модуль пакет как программу ну вот так вот ему надо еще файл мин создать ну давайте попробуем давайте сделаем вот так вот только что мы как говорим main main окей что здесь что здесь мы напишем а здесь мы напишем from точка импорт 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 run иран так привык слову фан писать много фана в моей жизни секунд вот это вот лишние да о it works значит смотрите мы теперь написали модуль у которого есть в точка входа под названием ну любая любая функция из этого модуля является точки входа на самом деле вот а еще у него есть специальный мог под модуль бла-бла-бла-бла который используется когда мы используем когда мы запускаем его как как файл 2 ну вот вот такая вот штука я не помню мы об этом в конце семестра должны были говорить но чуть чуть мы про этот говорили сейчас так вот и на этом мы сейчас закончим только еще про домашку чуть поговорим так вот мы можем сказать поэтом 3 минус mp zip вы zip моя 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 и указать точку входа как у нас ран чего а как он называется zip up не пузов zip up zip up понятно ну хорошо тогда так то есть там либо указать точку входа либо он если видит main знает где . вот смотрите образовался файл под названием моя . пиз это zip файл в нем есть каталог мы можем даже из питом его посмотреть но давайте уже не будем вот он вот так вот выглядит его можно запустить питоном нельзя сейчас секунду будем отлаживать программу то есть избавлять ее от лажи а именно все проще мы не удаляем чертям сделаем вот так вот чё не уверен что я правильно понял последний эксперимент и на этом наверное мы закончим но все о смотрите вот так должен выглядеть вот так должен выглядеть каталог маяп название приложения да да лежит он высоко в каталоге под названием май вот маяп название название модуля и в модуле лежит и нет вот теперь все работает ну вот я не знаю зачем это придумал про это рассказать тем более не с первого раза получилось но как видите получилось это не решает проблему естественно распространение бинарников питона без питона питон должен быть системе но сюда можно как вы понимаете насовать что угодно какие угодно дополнительные модули все складе сквозь в один в один зипчик этот зипчик с собой таскать вот значит да да он прямо и запускается вот он умеет ходить туда вот кстати давайте посмотрим слушайте вот так сказали а вдруг нет чем мы хотим мы хотим слова и нет да только давайте мы минус z чё за маленькой что я забыл успешно как выглядит да successful ну и не так . он везде находится да вот то есть похоже что нет он ни одного файла под названием моя обслуживание . пыни находил значит он зашел он зашел в zip все значит смотрите домашка в домашке возможно стандартный вот будет не текстовый вот соответственно для того чтобы протестить дома надо попробовать запустить что вот как-нибудь вот так вот перенаправить стандартный вот из этого не текстового файла вот если мне не изменяет память можно воспользоваться тем трюком который я в решениях домашних заданий можно воспользоваться тем трюком который я сегодня вам уже показывал да а именно но первых им процесс да а во-вторых сисы стадоин . буфер . там не знаю read вот таким образом вы прочтете из обычного стадоина которым какая-то и не что он доступно в и джаджи вы прочтете из обычного стадоина нет текст а бойц такое может быть имейте это ввиду вот такие дела все давайте мы уже все мы все уже все я такой старый мне уже здоровья желают мне в чатике желают здоровья ладно значит а ну это человек который говорит феноменально свои 22 года я безудержно счастлив понятно спасибо тогда понятно почему я такой старый если вам 22 мне 52 то наверное да есть такое подозрение что мне нужно крепкое здоровье спасибо спасибо правда спасибо да так вопросы все все сварились уже напнял уже полный в голове хорошо тогда значит все в следующий раз мы продолжаем издеваться над объектной моделью питона в последний раз у нас будут мета классы вот да а пока что вот 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 такое будет домашнее задание вот это все все до до встречи в эфире